Какую самую странную вещь вам вскользь сказал медицинский работник? Спасибо за комплекс, мудак! Вот тут-то всё ваше достоинство и вылетит в окно. Я собираюсь приклеить ваш прибор к животу. Мне это делали вместе с шарами во время операции на заднице. Весёлые времена. Начинает вытаскивать. Я собираюсь приклеить твой прибор к твоему горлу. Поздравляю. Когда мне было около 20 лет, мой эндокринолог внимательно осмотрел меня и спросил «Вас устраивает, что ваше лицо такое асимметричное?» Я никогда не замечал этого раньше, но с тех пор я это прекрасно замечаю. Спасибо за комплекс, мудак! Когда моя девушка лежала в реанимации, одна из медсестёр как бы пожала плечами и пренебрежительно сказала «Она всё равно умрёт». Она и должна была умереть. У неё полностью отказали почки. Она так опухла, что её язык не помещался во рту. Мы принимали решение о том, продолжать или нет жизнеобеспечение. Но она не умерла. Через полтора месяца она вышла из больницы и села в мою машину, чтобы ехать домой. Если вы не возражаете, я бы хотела показать всем снимки ваших миндалин. По её словам, у меня были самые отвратительные миндалины, которые она когда-либо видела за годы своей работы. И ей чертовски хотелось их продемонстрировать. У меня был похожий опыт у стоматолога. Оказалось, что у меня была очень редкая проблема. И даже самый пожилой врач видел такое всего два раза в жизни. В течение нескольких следующих сеансов все остальные врачи были приглашены, и он показал им это. Я был не против, но это была странная ситуация. Сидеть на стоматологическом кресле, когда вокруг тебя сидят четыре врача и несколько медсестёр. И очень заинтересованно смотрят, что будет дальше. Так я стал реальным примером из жизни для учебника. Мой хирург во время операции по замене штифтов в сломанном пальце, которые были вытолкнуты моим собственным телом. На этот раз я точно засуну их туда, маленький уродец природы. Жил в чужой стране и заболел простудой, гриппом. Пошёл в больницу, а там врач ест хлопья. Уже странно. Проверил кое-что и говорит, вы знаете, что такое спид? Я в полном шоке и отвечаю, что да, знаю. Он продолжает, это вирус, и от него нет лекарства. Он продолжает объяснять, почему нет лекарства, а я в это время вижу, как заканчивается моя жизнь, которую я знал. Наконец он заканчивает. Но у вас не этот вирус, а другой, гораздо более распространённый и поддающийся лечению. Но я хотел, чтобы вы поняли, почему антибиотик не поможет. Я всё ещё в шоке. Значит, у меня нет спида? Он говорит нет и уходит. Настоящие американские горки. Это было в Швейцарии лет 15 назад, а я американец. Да, всё это время он хрустел хлопьями. После того, как в 17 лет я разрушил колено, катаясь на BMX, хирург скорой помощи сказал «Вау, ты действительно его расхуя***л». Спустя 10 лет и ещё одну серьёзную травму колена, полученную во время катания, я обратился к тому же хирургу. Он отлично справился с первой травмой. Первые его слова были «Я тебя помню. Расхуя***л второе, да?» Болит спина, я уже не молод. Доктор просто сказал «Ну, это просто ваша судьба, вы высокий». Значит, я стану сгорбленным 90-летним стариком? Лол, вы не доживёте до 90. Эм, пардон? Сколько высоких стариков вы видели? О, да, окей. Это не шутка. Мне одна медсестра сказала «Я раньше была героином наркоманой, так что у меня это неплохо получается», пока она оставила мне капельницу. Я так смеялся. Мне один врач сказал, что у меня такой медленный обмен веществ, что я бы очень хорошо пережил апокалипсис. Когда мне было 12 лет, стоматолог сказал «Подождите, я, наверное, неправильно считаю, у вас ещё не должно быть их». Ладно, не берите в голову, это точно зубы мудрости. Наверное, у вас просто огромный рот. Мне сказали, что я был самым молодым человеком, у которого когда-либо появлялись зубы мудрости. Они позвали всех стоматологов в здании, чтобы они посмотрели мой рот. Ты вундеркинд. Если вы хотите помогать людям, не идите в медицину. Как врач, я не более чем механик. И подобно автомеханику, я достаточно хорошо латаю людей, чтобы выпроводить их за дверь до тех пор, пока я их снова не увижу. Если бы я мог вернуться назад, я бы бежал от медицины как можно дальше. После обследования нам придётся удалить ваши яички. Шучу, видели бы вы ваше лицо? Мой сын примерно вашего возраста и не женат. Хотите, дам его номер телефона? Это сказала гинеколог. То есть, рассматривая ваши женские части тела, док подумала «Знаете, кому бы это понравилось?» Моему старшему, Дэвиду. Джейкоб больше по попкам, а вот Дэвид, Дэвид будет в восторге от этого. Ваша вагина была одобрена. Если бы вы попытались родить ребёнка, он бы сломал ваш таз и разорвал вас пополам. Это сказал мой хирург-гинеколог. Он сказал это в самой непринуждённой манере. Я была потрясена. Слава богу, я была там, чтобы сделать гистероктомию. Гистероктомия. Гинекологическая операция, при которой удаляется матка. Не со мной случилось, а с мамой. Она находится в ремиссии по лимфоме Ходжкинса, которая поразила её мозг. Ей делали сканирование, чтобы подтвердить, что рак покинул мозг. И тут вошёл врач и сказал «Хорошие новости! Мы просканировали ваш мозг и убедились, что там ничего нет». Потерпите немного. Сейчас мы подгоним вам кресло-каталку и отправим в больницу. Нам нужно сделать колоноскопию, но не волнуйтесь, я вас вырублю, прежде чем засуну камеру вам в задницу. Мой прежний гинеколог пришёл ко мне на работу. Почему-то я не помнила, кто он такой. То есть я понимала, что знаю его, но никак не могла вспомнить откуда. Он увидел, что я напряглась и сказал «Не помните меня?» Я вам подскажу, когда я вас видел в последний раз, вы были в моём кабинете с поднятыми вверх ногами. Громко, перед очередью маленьких старушек, только что пришедших из церкви и желающих купить цветы в садовом магазине. Он был замечательным врачом и понял, что со мной не так, когда ни один другой врач не смог этого сделать. Но в тот момент смущение могло убить меня, лол. Я спросил у своего кардиолога, который был у меня в детстве, что это за слизь, которую наносят перед эхокардиографией. Он ответил «Соплияко». Я слишком долго ему верил. Доктор, ты отлично выглядишь, как ты похудел? Сын, расстройство пищевого поведения, анорексия. Доктор, ну продолжай делать то, что делаешь, это отлично работает. У тебя красивая кровь, а затем наверняка у тебя обильные месячные. Может быть он вампир? Вау, у вас самые плоские ноги, которые я когда-либо видел. Я сказала гинекологу во время осмотра, что мы с мужем недавно начали пытаться забеременеть. И она спросила, вы отслеживаете свой цикл или просто ебёшься всё время? Услышать такое от маленькой пожилой темнокожей женщины было чертовски смешно. Она была близка к пенсии, и у неё не было никаких ограничений. Скучаю по ней. Мне делали ЭКГ, я сидела с полностью обнажёнными сисьмами, и доктор сказал мне, что я напоминаю ему девушку, с которой он встречался в колледже. Спасибо за просмотр. Друзья, пишите комментарии по теме ролика, и лучшие из них я соберу и озвучу в специальном выпуске. Если это видео вам понравилось, поставьте лайк. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok